Одевайтесь теплее и не простывайте, а если же все-таки ощутили недомогание, то запоминайте. Включите в рацион пчелиное маточное молочко, радиолу, плоды барбариса и самое главное, что смешного, жень-шень. Это что за список такой? Дима, так вообще-то советуют китайские специалисты. Ну вообще лишнего не будет, я так думаю. А вообще вот знаменитые долгожители говорят так. Будешь счастлив и здоров, если мысли добрые, спина прямая и если следуешь советам старших. Но жители Поднебесной точно знают, как исцелить организм. Дарья Власова в этом убедилась лично. Китайская медицина известна всему миру уже несколько тысяч лет, а ее чудодейственности слагают легенды. Доктора ставят диагнозы по пульсу, давлению и просто осматривая тело пациента. Заболевания практически всегда определяют верно, без анализов, УЗИ и рентгенов. Лечат воздействие на меридианы, специальные точки на теле, отвечающие за энергию ЦИ, здоровье всего организма. Детские заболевания, внутренних органов, гипертония, сахарный диабет, женские заболевания, нервные системы. У нас не как в европейской медицине, на каждое заболевание разный доктор. У нас один доктор лечит все. Это комплексное лечение. Курс состоит из иглоукалываний, массажей и приема лечебных трав. Цель визита была лечение. Прохожу медицинский осмотр, прошла у доктора. Сейчас лечусь. Не сказать, что дешево, но вполне приемлемо. Стоимость одного сеанса иглоукалываний 180 юаней, что чуть меньше 1000 рублей. Курс минимум 7 процедур. Как правило, это безболезненно. Многие даже умудряются заснуть. Лечебный массаж стоит, как и иголки, а вот на травы цена варьируется. Все зависит от заболеваний, от 200 долларов и выше. Их пьют несколько месяцев. Поправить здоровье в Китае обойдется минимум в 20 тысяч рублей. Но есть и более дешевый способ подлечиться – купание в термальных источниках. На острове Хайнанье не бывает двух видов. Радоновые способствуют оздоровлению органов движения, радикулитов, ревматизмов и гинекологических заболеваний. А также калиево-натриевые оказывают положительное влияние на нервную систему, кожу и органы дыхания. На острове Хайнань есть отели, которые расположены на этих самых лечебных термальных источниках. Но главное их преимущество в том, что они построены в настоящих джунглях. Многие туристы говорят, что если долго гулять по ним, то можно встретить змей, игуан и других представителей флоры и фауны. Живность можно встретить и в бассейнах с термальной водой. Маленькие рыбки сделают природный пилинг. Эффект потрясающий. Кожа становится нежной и гладкой. Остальные ванны наполняют разными добавками – чаем, кофе, вином и даже пивом. Однако злоупотреблять этими процедурами врачи не рекомендуют. Купание надо начинать с 15 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность сеанса. Эффективность традиционной китайской медицины подтверждают и местные жители. На острове Хайнань средняя продолжительность жизни – 90 лет. Потому за долголетием и здоровьем сюда с каждым годом приезжают все больше россиян. Дарья Власова, Дмитрий Ларичев, Сибинформбюро.